Первое заседание по громкому делу проходит за закрытыми дверями. В зале суда допрашивают несовершеннолетнего свидетеля. Он стал очевидцем жестокой сцены. Трое молодых людей привезли на площадку одного из предприятий 47-летнего мужчину. Они долго издевались над ним, а затем сбросили с ковша погрузчика. Так один из обвиняемых расправился над хозяином квартиры, которую снимал. Это произошло год назад в деревне Крылосово. Сейчас о жестоком убийстве здесь уже мало кто помнит. Но подробности той ночи пусть и путано. Местные жители рассказывают. Якобы они там поспорили, повзорили, либо в карты играли, у них там спор произошел. Что-то в этом роде я слышала. Что-то вроде бы что-то. Или муклевали они там, в дурака играли. В общем, что-то из-за этого. Жильцы этого дома лично знали участников трагедии. Говорят, погибшего звали Владимир Гладких. Он проживал вместе с женой и сыном на четвертом этаже в 13-й квартире. Виктор Николаенко уверяет, там его соседа и убили. Пашка убил этого блатного. А жена сдала квартиру и уехала в Каменскуральск. Она его там захоронила. По словам Виктора, семейная пара Гладких часто бывала в его квартире. Выпивали, говорит, всегда втроем. Во время таких встреч погибший хвастался соседу, что 32 года провел в тюрьмах. Наказание отбывал за хранение наркотиков и оружие. То, что Гладких сидел в тюрьме, подтверждают и другие соседи. При этом местные уверяют, погибший был тихим и домовитым. То же самое они говорят и про его квартиранта Павла Ерохина. Житель Екатеринбурга работал на местном предприятии. Многие его знали. Все началось из-за того, что Владимир оскорбил подругу Павла. Та пожаловалась сожителю. Паша-то как бы заступился и у них вот с этого все началось. Видимо, Паша сбежал за друзьями, за своими и пришел с разборками. У него были ключи от дома. Родственников Владимира в это время не было дома. Мужчины ворвались в квартиру и жестоко избили хозяина бейсбольными битами. Потом затащили в погрузчик и отвезли на территорию завода. Там они продолжили издевательство. Они нанесли ему тяжкий вред здоровью, сбивая руками, ногами потерпевшего. После чего погрузили его на погрузчик, в ковш обратно, подняли его в стул, воспоминали, и скинули в щебенку. При этом придавив его ковшом и протащив его несколько метров по щебеночке. Искалеченного Владимира обнаружила жена. От полученных травм мужчина умер через несколько дней в больнице. Те, кто совершил над ним расправу, уехали из деревни. Их удалось задержать лишь спустя два месяца. Как выяснилось, у предполагаемого зачинщика преступления несколько судимостей. Квалификации разные были. В основном это насильственное причинение вреда здоровью, также и преступления, связанные с имущественным, то есть кражи, грабежи. Сообщники Павла Ирохина, жители Курганской области, свою вину признали. А вот он сам – нет. Сейчас обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы. Скорее всего, суд вынесет решение уже на следующей неделе. Александра Поддубная, Влад Черноусов, Сергей Шемет, Интера ТВ.